Личность выдающегося педагога, талантливого организатора педагогического образования Александра Александровича Католикова многозначно, многогранно, как и его жизнь. Выпускник физико-технического факультета Московского педагогического института имени Владимира Ильича Ленина, ныне МПГУ, народный учитель Советского Союза, член-корреспондент Российской Академии образования. Он удостоен Ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Ленина высшей награды Советского Союза. Александр Александрович Католиков помимо научно-педагогической работы был и общественным деятелем, народным депутатом Советского Союза от республики Коми. Александр Александрович родился в Новосибирске 13 октября 1941 года. Это сложное время для всей нашей страны, период Великой Отечественной войны. Отец Александрович погиб на фронте. Сам мальчик Саша заболел в раннем возрасте полиамелитом. И несмотря на все сложности и тяготы военного времени, мать сумела ребенка выходить. Александр Александрович поправился, но на всю жизнь остался хромым. И эта травма сказывалась и на его дальнейшем работе доставляла ему определенные дискомфорты и сложности. Александр Александрович учился в школе номер 10 Новосибирска. Это удивительная школа, уникальная, поскольку она являлась подшефной школой Новосибирского педагогического института. И в то время, послевоенная, в этой школе были организованы производства станков. По сути, хозрасчет. Это та идея великого педагога Антона Семеновича Макаренко, которая впоследствии повлияет на всю дальнейшую педагогическую судьбу Александра Александровича Котоликова. В это же время он занимается изучением физических особенностей, ну, попросту говоря, радиоэлектроникой. И организует в школе даже радиокружок, о чем пишут местные газеты. С 9 класса Александр Александрович стал подрабатывать пионервожатым в пионерских лагерях. И эта работа тоже скажется и на формирование его личности, и на дальнейшую его судьбу, поскольку после окончания школы исполнительный комитет партии Новосибирского обкома направит Александра Александровича в Москву учиться в Московский государственный педагогический институт имени Ленина. На физико-технический факультет поступает Александр Александрович и тут же вызывает большой интерес к своей персоне, поскольку в это время он очень активный лидер уже студенческого такого движения. Он организует пионерские лагеря, вообще вводит в Московском педагогическом государственном институте практику пионервожатскую. Он организует выезды летом студентов в лес, палатки, и там тренирует ребят быть пионервожатыми. Это было ноу-хау, такого никогда еще не было, поскольку в то время в высшем образовании царил такой знаниевый подход, элекционная система преобладала, а практической работе уделялось недостаточное внимание. И здесь Александр Александрович видел разницу между практикой и теорией, и, конечно же, хотел организовать подготовку будущих пионервожатов. Такого никогда еще не было в МГПИ имени Ленина, что вызвало и озабоченность, с одной стороны, а с другой стороны большой интерес руководства вуза. Декана физико-технического факультета вызывал директор института. Выяснялись ситуации, при которых католиков выезжал с ребятами, студентами разных факультетов, при этом, в поля, скажем так, и проводил там практику для подготовки будущих пионервожатых, для работы с детьми. Там же, в физико-техническом факультете, Александр Александрович познакомился и со своей будущей женой, а тогда педагогом от кафедры педагогики, доцент кафедры педагогики Лия Васильевна Плаксина. Она молодой кандидат педагогических наук, совсем недавно защитилась и работала на кафедре педагогики и одновременно вела занятия по педагогике на факультете физики, физико-техническом факультете. И очень активно принимала участие в работе пионерского отряда МГПИ. Стоит сказать, что Александр Александрович организовал не только пионерский отряд во всем ВУЗе, но и участники этого отряда гордо носили красные галстуки. Их можно было узнать, когда они рассаживались в большой ленинской поточной аудитории в главном корпусе. МГПИ, а ныне МПГУ. И это была их отличительная черта, принадлежность к определенному подходу в воспитании. С одной стороны, это вызывало недоумение, а даже где-то и насмешки. А с другой стороны, это отличало тех, кто был приверженцем идей подготовки к будущей пионервожатской деятельности. Александр Александрович на поздних курсах факультета стал работать также и учителем. Учителем физики в соседних школах 15-35 и других школах пионервожатым. Это позволило ему чуть-чуть поднять свой финансовый уровень, поскольку жили они достаточно бедно. И в общежитии МГПИ имени Ленина на улице Усачева, дом 64, где ныне располагается тоже частично институт физики и информационных технологий, Александр Александрович проживал впоследствии вместе со своей молодой женой. Будучи студентом старших курсов, Александр Александрович Католиков начал обобщать в теории свой практический опыт по трудовому воспитанию и подготовке пионервожатых. Темой его дипломной работы как раз и стала тема подготовки пионервожатых. На пятом курсе он выпустил монографию вместе с преподавателями кафедры педагогики. Это было неслыханным по тем временам, когда студент пятого курса наравне с преподавателями выпускает научный труд. Его дипломная работа послужила в дальнейшем отправной точкой для формирования будущих практик пионервожатского движения, ну и вообще подготовки пионервожатых в МГПИ имени Ленина. Стоит сказать, что в последние годы его труд, его дипломная работа становится предметом изучения разных педагогов, особенно в свете актуализации на государственном уровне политики по обеспечению молодежи вот такой общности и воспитания в духе подрастающего поколения. Вообще молодежная политика в Российской Федерации во многом уходит корнями в те самые молодежные движения советского периода. И в этой работе как раз труд, дипломная работа Александра Александровича Католикова становится отправной точкой по формированию будущих пионервожатых. Именно там заложены основы с практической точки зрения по организации пионерского движения в Советском Союзе. Сразу же после окончания в 1966 году Московского государственного педагогического института Александр Александрович вместе со своей молодой супругой Леей Васильевной Плаксиной берут чемоданы, скромные вещи, которые они нажили за это время и уезжают в город Сыктывкар. Почему? Ну Лея Васильевна вспоминает это так, что сложно было выговорить это название. Поэтому вызывало интерес. Ну а вообще тогда было принято распределение студентов после педагогического вуза три года на отработку в школах. Кто-то уезжал в сельские школы, кто-то в городские. В один регион, там южный, другой в северный. Это было общепринятым делом. Ну вот они выбрали город Сыктывкар. Кстати, там совсем недавно только провели железную дорогу пару лет назад. Ну то есть доступ к большой земле был и связь была налажена. Александр Александрович уезжает в Сыктывкар с дипломом учителя физики и пионер-вожатым первого разряда. Он становится сначала пионер-вожатым в Сыктывкаре, потом учителем физики, потом директором, через год буквально директором пионерского лагеря. И там проявляется его вот этот вот организационный характер. Он организовал в этом пионерском лагере очень много интересных таких вещей. Ну, во-первых, обеспечил технически. Появились машины, автобусы, но главное пароход, на котором ребята плавали до самых северных частей нашей страны. То есть это был такой очень интересный подход. Вот и на этом пароходе тоже формировались пионерские качества, качество будущего гражданина у ребят, воспитанников этого пионерского дома, лагеря. Александр Александрович сразу был замечен, и руководство республики назначает его впоследствии директором детского дома номер один города Сыктывкара, который получает впоследствии имя Александра Александровича Католикова. Этот детский дом до сих пор существует, и традиции такого трудового воспитания очень сильны. Александр Александрович или Сан Саныч, как его называли в воспитаннике, любил детей. Он относился к детям с большим уважением, с чувством огромной любви. И отсюда принимал все возможные меры по воспитанию детей в труде, в деятельности. Деятельностное воспитание или воспитание в деятельности, как впоследствии говорил Александр Александрович Католиков, это все относит нас к истокам школы Антона Семеновича Макаренко. Именно трудовое воспитание и обучение впоследствии, это все те самые основы, которые были заложены еще Макаренко и продолжались в работе Александра Александровича Католикова. КОНЕЦ Его во всем поддерживала Лия Васильевна Плаксина, его супруга. Она хоть и кандидат педагогических наук, но вела огромную работу, поддерживала Александра Александровича в его начинаниях. Детский дом, в котором руководил или директорствовал Александр Александрович Католиков, стал небольшой такой меккой для педагогов-новаторов. Туда приезжали многие выдающиеся педагоги по фамилии Аманашвили, Шаталов, многие другие деятели науки, искусства. В общем-то, в этом детском доме и развился талант педагога и организатора Католикова. И в то же время в этом детском доме реализовались идеи трудового воспитания Макаренко. Сан Саныч ввел тоже хозрасчет в соседнем таком, скажем так, хозяйственном участке в Межадаре. Располагался такой комплекс, агрокомплекс детского дома, где дети трудились, где они производили определенную продукцию, которая затем продавалась. Внутри детского дома тоже действовала такая система внутренних денег, что ли, были своего рода рубли с именем и портретом Католикова, которые впоследствии могли обмениваться на настоящую валюту. И помимо организации воспитательной работы Александр Католиков занимался защитой детей от кого? Ну, от, во-первых, произвола чиновников, от невыполнения обязательств со стороны различного рода организаций по отношению к детям, оставшимся без попечения родителей или детям-сиротам. Также Александр Александрович Католиков занимался и формированием курсов повышения квалификации, что было новым в 80-х-90-х годах педагогов, воспитателей, причем не только в детском доме, но и вообще в Сыктывкаре. Сам Католиков хоть и имел проблемы со здоровьем, но когда дело касалось детей, никогда не давал слабины и отстаивал интересы детей на всех уровнях, будь то чиновничий аппарат, местная администрация и другие различного рода сферы. О самом Сан Саныче остались приятные воспоминания у его воспитанников, у тех, кто учился при нем в детском доме, у воспитателей, у педагогов, у его коллег. Мы помним выступление Александра Александровича Католикова в Останкина в 1980-х годах, уже в 1987 году после получения ордена Ленина, где о нем на всесоюзном телевидении узнала вся страна, о его подвижническом труде, о его взглядах на воспитание. Ему 40 лет, 7 из них работают директором. Когда-то возглавлял дворец пионеров, и вот после нескольких лет работы, когда пришло признание, он решил все начать сначала. У него были тысячи ребят, но ему было мало знать, что ребята чему-то научатся в его дворце. Ему было важно знать, что у них остается в душе. Александр Александрович возглавил одну из самых неблагополучных школ, которая стала для него, как и для его детей, родным домом. Так получилось, что к 1973 году школа нуждалась в капитальном ремонте, и поэтому нам пришлось начинать, есть такой термин, педагогический взрыв. Вот у нас сам настоящий был взрыв педагогический. Ни классов, ни спален не было, и вместе с детьми всю школу привели в порядок. Ну, конечно, были рабочие, много было рабочих, весь город помогал, вся республика очень оперативно все ремонтировали. Но и большая заслуга детей была. И когда все вместе все отремонтировали, когда все вместе все привели в порядок, то уже потом и жить стало легче, и с тех пор, как-то и повелось так, что все беречь, все хранить, все для себя, все это свой дом стал. Что можно сказать о заслугах католиков? Почему фамилия Католикова может стоять в ряду фамилии Януша Корчака, Антона Семеновича Макаренко, Щетинина и других выдающихся педагогов? Почему католиков? Потому что впервые в истории организации воспитания и образования детей, ну, в первую очередь, конечно же, в воспитании католиков использовал не только коллективный подход, коллектив, внутри коллектива учатся личности, и трудовые инструменты воспитания подрастающего поколения, а еще и потому, что он организовал внутри детского дома, построив отдельные корпуса, квартирный тип проживания своих подопечных. Что это дало в будущем? Это дало высокий уровень социализации детей. Дети жили не в больших помещениях, там, залах, где они спали все вместе, где они играли все вместе и воспитывались, а у них были отдельные квартиры на 2-3 человека с их отдельными столами, отдельными вещами, то есть личное пространство человека. И вот это позволяло в дальнейшем детям, воспитанникам детского дома легко социализироваться, выходить в жизнь и быть частью общества. Сегодня наследие Александра Александровича Католикова мы бережно храним в музее Московского педагогического государственного университета, где создана отдельная экспозиция. Стоит сказать, что МПГУ вообще гордится своими выпускниками и, наверное, лучший показатель успешности и качества даваемого вузом образования это все-таки государственное звание народный учитель. В нашем вузе 7 народных учителей, но только один из них народный учитель Советского Союза. Это и есть Александр Александрович Католиков. И о нем, о его работе, о его вкладе в воспитание подрастающего поколения, в обеспечение развития и обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мы рассказываем и показываем в стенах музея Московского педагогического государственного университета. Помимо этого, с землячеством КОМИ в Москве мы организуем различного рода памятные мероприятия, встречи. Мы организуем увековечивание памяти Александра Александровича Католикова в местах, где он трудился, работал, учился. Таким образом, за последние годы, благодаря такой совместной работе Московского педагогического государственного университета, землячества КОМИ в Москве и разных общественных организаций и личного вклада различных людей, память Александра Александровича Католикова была увековечена в городе Новосибирске, в школе номер 10, где он учился, в Московском педагогическом университете. А именно памятная доска появилась в холле первого этажа корпуса Института физики и информационных технологий на Малой Пироговской, дом 29. Также память Александра Александровича Католикова остается в теме научных исследований, а также семинаров, встреч и различного рода конференций, которые проводит Московский педагогический государственный университет. Таким образом, работа Александра Александровича Католикова по реализации трудового воспитания детей, по подготовке пионер-вожатского движения нынче особо актуальна в связи с возрождением пионерских организаций, вообще молодежных организаций в Российской Федерации. Актуальна. И задача, которая стоит перед коллективом музея, перед педагогами, это актуализировать наследие Александра Александровича Католикова и восстановить трудовое воспитание вообще как фактор подготовки личности к его потом социальной работе как части такого большого коллектива народа Российской Федерации. Предлагаем вам познакомиться с трудами Католикова Александра Александровича, которые хранятся в фонде библиотеки МПГУ. Издания, доступные в электронно-библиотечной системе МПГУ, сопровождаются QR-кодом для перехода к электронной версии. Данное издание представляет собой сборник материалов и практических рекомендаций по работе вожатого, составленный на основе опыта деятельности вожатского движения МГПИ и кафедры педагогики. Издания содержат ответы на вопросы, которые могут возникнуть при организации работы с детьми в пионерских лагерях, а также методические рекомендации, охватывающие широкий круг вопросов по организации отдыха и воспитания. Так как сегодня в Российской Федерации активно развивается система детских оздоровительных лагерей, наследующая систему советских пионер-лагерей, работа не теряет актуальности и сейчас. В работе Александр Александрович Католиков рассказывает о педагогических принципах, идеях и идеалах, на которых строится воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Размышляет о трудностях и проблемах, с которыми сталкиваются воспитатели, возвращающие сиротам детства. Для учителей, воспитателей школ-интернатов и детских домов. В 60-е годы 20 века Московский государственный педагогический институт имени Ленина являлся главным педагогическим вузом страны. В методических разработках его преподавателей была большая заинтересованность. И газета института «Ленинец» на своих страницах освещала все актуальные вопросы образования. Особое внимание в это время уделялось воспитанию молодежи. Этот вопрос обсуждался на заседаниях отчетно-предвыборных партийных собраний. И в Ленинце периодически публиковались материалы о работе вожатых, которые носили воспитательную функцию. В частности, в статье освещается деятельность Александра Александровича Католикова. Диссертация кандидата педагогических наук Лии Васильевны Плаксиной, супруги и сподвижницы Александра Александровича Католикова. Работа рассматривает как общую теорию косвенного воздействия на учащихся, так и частные методы и приемы. Такие как опора на положительный опыт учащегося, создание ситуации для самооценки, приемы аналогии и противопоставления и другие. С перечнем изданий Александра Александровича Католикова, хранящихся в библиотеке МПГУ, можно ознакомиться в электронном каталоге МПГУ. Представленные издания доступны для работы в отделах библиотеки МПГУ.